Здравствуйте, Алена, и привет всем нашим зрителям взаимно. Во время нашего интервью с вами мы обсуждали о том, собственно говоря, что происходит в Австрии со шпионами, с разведкой, как, значит, там работают российские шпионы, ну и вы неоднократно подтверждали, что, собственно говоря, вот то, где могут промышлять шпионы, это дипломатический корпус. Вчера многие информационные агентства сообщили о том, что бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, известно, она была своим танцем на свадьбе с Путиным, сняла на лето дом в Рязанской области. Вот она говорит о том, что будет изучать русский язык, преподавать, но вот когда она будет возвращаться в Австрию, неизвестно. То есть планирует задержаться, наверное, в России. Очень странная история, особенно учитывая то, что сейчас в основном все пытаются уехать из России, а тут бывший глава МИД Австрии в Россию приезжает. Что произошло? И стоит ли придавать этой информации большое значение? Нет, это очень чрезвычайно интересная информация, тем более, что она меня касается напрямую, потому что я знаком с Кариной. Я с ней вместе учился два года в Национальной школе администрации при премьер-министре Франции. Это было в 1991-1992 году. Тогда я работал в нелегальной разведке КГБ СССР и потом даже еще и в нелегальной разведке СВР России. И, соответственно, собирал информацию обо всех своих сокурсниках по этой очень престижной школе, из которой вышло четыре президента Франции, из которой вышло больше десятка премьер-министров, то есть около сотни министров французских, руководителей партий, руководителей крупнейших корпораций. То есть на самом деле это такая высшая партийная школа, прессы как КПСС, но французская, которая готовила высшие кадры. И там был международный факультет, куда потенциально посылали людей, которые потом могут работать на высоких должностях, как правило, в министерствах иностранных дел своих стран со специализацией на французской тематике. И поэтому, конечно, в этой школе она кишала вся шпионами. Я был первым советским шпионом, который пролез в эту школу с большим трудом. Но мои генералы были очень довольны, тем более, что французское правительство еще к тому же оплачивало мне обучение в этой школе. И на Карин Кнайцер, в частности, я тоже писал справку, конечно, естественно, и отмечал ее потенциальный, большой потенциал для советской разведки. Потому что она была очень, как это сказать, большой карьеристкой. Она была жуткой совершенно карьеристкой. То есть было видно, что она пойдет как бульдозер дальше либо в политику, либо в международной стезе. У нее хорошо, кстати, она хорошо говорит на иностранных языках. У нее неплохой французский, у нее хороший английский. И арабский язык. Она, кстати, специалистом была по арабскому языку и по арабским странам, по Ближнему Востоку и Среднему Востоку. И, значит, соответственно, я давал, когда давались ее личные характеристики, я писал там, что вот она очень любит танцевать вальс. И, значит, мы каждый раз, когда устраивались какие-то мероприятия, вечеринки, я с ней танцевал вальс. И, значит, всячески ее обхаживал, потому что у нее потенциал был большой. И в 2018 году, когда была история со Скрипалями, значит, на меня вышла большая французская телевизионная компания, которая делала это расследование. И, значит, она хотела услышать мое мнение по поводу истории со Скрипалями. И я напомнил, что вот они мне задавали вопросы по поводу моей работы в разведке, по поводу учебы в ИНА. Я сказал, что вот там из значимых людей была Карина Кнайзер, которая, кстати, тогда была министром иностранных дел Австрии. И они делали такую хитрую штуку. Они поехали в Брюссель, якобы для того, чтобы просто поговорить с ней о политике австрийской международной. А единственный вопрос, который они хотели ей задать, это... Вот вы помните, с вами учился тогда Сергей Жирнов в этой школе, а он был сотрудником, старшим офицером советской разведки. Вот как вы к этому относитесь? И она дала такой... Не ожидала, конечно, этого вопроса, было ей не очень приятно. Вот она быстро сообразила, она умная женщина, она сообразила, что ее немножко подставили. Вот она сказала, «Да, да, Сергей, как это его фамилия, я не помню уже. Да, я помню, он очень хорошо танцевал вальс». Вот. Эта передача вышла в эфир 20 апреля, по-моему, 2018 года. И через шесть месяцев Путин едет в Германию, по дороге останавливается в Австрии, заезжает в какую-то деревушку и попадает на свадьбу Карин Кнальсель и танцует с ней вальс. Таким образом, значит, вот вы видите два моих... Значит, сначала справка, которую я писал для КГБ, а потом вот эта передача, которую я делал для французов, ее, безусловно, смотрели в российском посольстве, в резидентуре СВР. Это все поднялось там на самый верх до... Аж там, я не знаю, там кто-то там, я не помню, там Фродков был и уже... Нет, Нарышкин был уже тогда директором СВР. Возможно, даже доложили Путину. И он решил поехать потанцевать вальс с Кариной Кнальсель. Вот. По этому поводу, конечно, вы понимаете, что мне это интересно, я отслеживаю ее биографию. Когда началась война, вернее, до начала войны, в 20... Скажем так, еще когда была ее карьера, в 2019 году ей пришлось уйти в отставку, потому что был большой скандал в Австрии, связанный, кстати, с российским влиянием, потому что, значит, журналисты испанские подставили заместителя канцлера Австрии, ему сделали... Сделали с ним встречу, якобы с ним встречается российский олигарх, который готов финансировать его политическую деятельность, если он будет проводить пророссийскую политику. И этот канцлер под запись этих журналистов соглашается на такое сотрудничество, то есть соглашается стать агентом влияния Путина в Австрии. Это произвело огромный скандал, и все вот это крыло права радикальное, почти практически неонацистское, от канцлера Курца, был вынужден уйти в отставку. Карина Кнасель тоже ушла, хотя она говорила, что она независимый депутат, но на самом деле она шла по листингу этой партии право-радикальной. Карьера ее политическая, казалось бы, была закончена, и в 2020 году, год спустя, Путин ввел ее в Совет директоров Роснефти. Туда, где вот числили всякие там Франсуа Фионы, бывший премьер-министр Франции, где числался... Но она этот пост ведь покинула, да, если я не ошибаюсь, в 2022 году или нет? Война, да, когда началась война России в Украине, ну такая огненная фаза, потому что война началась в 2014 году, она была самой последней из тех, кто покинул эти посты, потому что какие-то люди более сообразительные ушли сразу, Франсуа Фион ушел тоже не сразу, но довольно быстро, а она была там в конце списка, вынуждена была уйти. И ситуация образовалась такая, потому что вот как раз она не хотела очень долго уходить, ее стали травить в Австрии, то есть ее стали травить и говорить просто, что она агент Путина, агент российской разведки, которая прямо работает на российскую разведку, и ей пришлось бежать из Австрии, потому что для нее создали абсолютно невыносимые условия, публичные, и она поселилась в Ливане, ну поскольку она арабистка, так сказать, это была для нее тоже нормальная ситуация, плюс Ливан, ведь это Швейцария, бывшая Ближнего Востока, потому что была богатая страна, торговая страна, где собирались шпионы со всего мира, это был центр, я вам напомню, что в Ливане работал Ким Филби после того, как его уже чуть не разоблачили, как советского агента, и откуда он в 63-м году сбежал в Советский Союз, и вот Карина Кнайсель пошла по стопам Кима Филби и уехала, значит, в Рязанскую область сейчас, это, конечно, естественно, прошло по всем средствам массовой информации, потому что такая странная история, как вы говорите, все бегут из России, а она тут вдруг прибежала обратно. У вас есть ответ, почему? Для Путина это не самый, кстати, интересный вариант, потому что ему было интересно, если бы она обратно вернулась в политику большую, в австрийскую, или в международную, она могла бы стать какой-нибудь международной чиновницей, там, в МАГАТЭ, в ООН, или еще что-нибудь в таком роде, да, вот, но ее, судя по всему, в общем, третируют как российскую, пророссийскую агентессу, вот, и тогда, значит, я так думаю, что Лавров и Путин решили, дай-ка, давайте мы ее пригласим, дадим ей, так сказать, какой-то картинный пост в каком-то центре международных исследований при Санкт-Петербургском университете, ну, в общем, это все туфта, понятно, конечно, что это преподавание ничего не значит, но значит то, что, вот видите, какого уровня бывшие политики едут в Россию, потому что в России хорошо, вот вы говорите, что Россия страна изгой, что Россия, так сказать, под санкциями, а вот видите, какие люди приехали, и вот для этого, в общем, эту Петрушку Карину использует, а она глупая женщина, ну, судя по всему, у нее просто очень плохо с деньгами, да, потому что, так сказать, всегда иммиграция стоит дорого, вот, она привыкла к хорошей жизни, и на посту министра иностранных дел, и затем на посту, значит, этой самой представительницы Австрии в Совете директоров Роснефти, пришлось ей отказаться от этого бабла путинского в прошлом году, ну, и явно, наверное, не хватало, и вот она согласилась приехать в Россию. Вот что стоит за всей этой историей. Вот, и показали уже какое-то там сборище такое культурное, собрали детей в какой-то деревне, ну, это очень смешно, конечно, Рязанская деревня, да, это Карин Кнатьев, которая там на русском языке с сильным картавлением, она все очень сильно картавит, не умеет выговаривать русскую букву «Р», вот, и, значит, она, ну, довольно неплохо все-таки там сказала пару фраз по-русски, что вот как она рада оказаться в российской глубинке, в деревне, изучать русский язык, так сказать, и так далее и тому подобное. Американский, ну, вот, к вопросу в продолжение, да, кто еще побежит в Россию, в свежей своей сводке американский институт изучения войны говорит о том, что вагнеровцы могут из Беларуси вернуться в Россию, потому что все-таки вопрос с финансированием до сих пор открыт и непонятен, и вот это как раз может стать причиной того, что все это вот так дело будет заканчиваться. Эта информация достаточно, ну, на вас, скажем так, на фоне вот последней информационной повестки дня, когда фактически в открытую Москва и Минск заявляют о планах, которые у вагнеровцев, о том, что наемники могут попытаться прорваться на территорию страны Евросоюза. Вот, как вы относитесь к информации, которую озвучивает американский институт изучения войны? Такой сценарий возможен, в принципе? Эта информация интересная, и это информация, к которой надо пока относиться очень аккуратно, потому что, с одной стороны, вроде бы это логично, я бы даже вам сказал, что это самая логичная вещь, потому что Пригожину явно не удается получить снова государственное финансирование от Путина, Вагнера, потому что Путин однажды, обжегшись на этом молоке, теперь дует на воду и не хочет себе создавать проблемы. У Лукашенко нет денег, и Лукашенко тоже не хочет создавать себе такие проблемы. Лукашенко боится Вагнера? Да, конечно, боится. Все боятся Вагнера, и Путин боится Вагнера, и Лукашенко боится Вагнера, потому что, если их не вооружать, то они смысла никакого не имеют, потому что дармоеды, которые просто находятся на своей территории и не знают, чем им заняться, а если их вооружить, то они могут дойти до Минска и сковырнуть Лукашенко для начала, а потом пойти обратно в Москву и сковырнуть Путина. Редактор субтитров А.Семкин